МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень востребованы операторы БПЛА. Без них фронт не может жить. Позывной РУЖ. На Бару прошли областные соревнования по отработке навыков в ликвидации ДТП. Вот так символично под звук паровоза губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский заложили камень в основании строительства детского технопарка «Кванториум». Железнодорожной направленности. Трехэтажный «Кванториум» построят на территории детской железной дороги. Артем Король еще в детском саду любил строить и играть в железную дорогу. Заинтересованность к этому транспорту не пропала и через года. Закончив третий класс школы, он начал обучение на детской железной дороге. И вот 7 лет обучения не прошли зря. Сейчас он машинист паровоза и тепловоза. Рассказывает, как построено обучение. Первый и второй год у нас общий курс железной дороги. То есть мы работаем по профессиям проводник, стрелочник, путеец. То есть по таким самым базовым профессиям. А с третьего года мы уже выбираем на ту профессию, на которой мы хотим учиться. Развитие железнодорожного транспорта требует и обучения новым профессиям. В новом «Кванториуме» это станет возможным. Такое красивое, яркое, интересное и непонятное слово «Кванториум» на самом деле это суперсовременное оборудованное пространство для дополнительного образования. Здесь детишки будут в первую очередь ориентироваться на освоение профессии железнодорожника. Тем более, что у нас сейчас будет развиваться высокоскоростное магистральное движение железнодорожное в России. И специалистам тоже будут, безусловно, нужны. Одну из ВСМ мы, конечно, и в Нижнем Новгороде тоже ждем. Кто там будет работать. А вот кто, собственно, здесь будет обучаться, тот и будет работать. Уже почти 85 лет Горьковская железная дорога воспитывает кадры для железнодорожных магистралей нашей страны. Кстати, в далеком 1939 году здание детской железной дороги, пути и всю необходимую инфраструктуру построили всего за полгода. Всего строительстве участвовало 36 тысяч человек. С тех пор здание не изменилось. Перед торжественным мероприятием губернатору провели небольшую экскурсию. Такие электровозы активно используются на железной дороге. То есть производились до еще раз какого года? 72-го? 73-го. 73-го. И до сих пор используются? Да. Как сделали, хорошо. Ну, слушай, здорово, очень красиво, молодец. А после экскурсии в актовом зале состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Горьковскими железными дорогами. Проект подразумевает учебные классы, лаборатории. Те, которые будут, это и робототехника, да, это и компьютерное программирование. Значит, все лаборатории и классы будут сделаны по самым высоким стандартам. Строительство кванториума планируется завершить к 2026 году. Службы информации. Михаил Никитин, Кирилл Янковский и Николай Прохоров. Тыл работает на все 100. Можно считать в процентах, знакомиться со статистикой, но проще один раз взглянуть на эти кадры из 100-го и оценить масштабы поддержки наших бойцов на передовой и помощь мирным жителям. Тыл – это те же герои, те ребята, которые у нас на передовой. Потому что тыл помогает очень сильно нашим бойцам. И работа тыла у нас на отлично. Работают все регионы России. Эти 50 тонн полезного груза из регионов Приволжья, Москвы и Санкт-Петербурга привезли в Нижегородскую область. У нас формируются колонны и едут в Донбасс. Здесь центр сборки на самом деле шестили, семи областей. Мы действуем оперативнее. У нас связь с конкретными подразделениями, с конкретными домами, городами. Поэтому мы знаем, что нужно, куда. Быстро собрались, приехали, отдали друзей. Продукты, теплые вещи, бытовая техника, медикаменты. Перечислять все, что везут, говорят группе сопровождения, не имеет смысла. Но отдельно отмечают, эта миссия особенная. К тактическому снаряжению, биноклем, спецсредствам впервые добавилась динамическая защита для тяжелой техники. Чем, безусловно, гордимся, потому что это уже совершенно другой уровень. То есть, грубо говоря, это уже, наверное, уже не ланитерская деятельность, а уже мы объединили в цепочку технологическую пять предприятий. Плюс мы изготовили 80 шумогасителей с именесилами. Кроме того, везем два квадрокоптера. Этот гуманитарный конвой стал уже 36-м. Автоколонну одновременно формировали в двух городах Нижегородской области, на Бару и в Кстове. Предметно конкретным взаимодействием с несколькими общественными организациями, но в первую очередь хочу отметить правительство Нижегородской области, губернатора Никита Глеба Сергеевича, Нижегородскую епархию и отделе митрополита Георгия. И очень большую помощь практически оказывает Домно-народное единство. И в ближайшие дни за ленту будет доставлена еще одна крупная партия гуманитарной помощи, сформированная по заявкам командиров воинских частей, где служат нижегородцы. Служба информации Константин Герлинг На личном примере боец СВО с позывным «Руж» помогает формировать новые воинские подразделения и готовить новобранцев к службе. Он служит в разведывательном отряде, и несмотря на молодость и звание рядового, «Руж» уже командир группы, награжденный Орденом Мужества. В Нижний Новгород военнослужащий приехал в командировку. Вместе с сослуживцами помогает формировать новые воинские подразделения и готовить новобранцев к службе. Напомним, что правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. С учетом федеральной выплаты, общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей. ДСВО молодой человек был индивидуальным предпринимателем, занимался обслуживанием системы видеонаблюдения. Сейчас занимается формированием подразделений и рассказывает, кто в зоне СВО особо востребован. Очень сейчас востребована специальность оператора БПЛА дронов. Это маленьких дронов, такие как маленькие, вот китайские, потому что они ведут разведку, могут выполнять сброс нештатных боеприпасов. Также ЭПИ-дроны, которые самодельные, чисто заточены для уничтожения техники. Операторы их тоже очень нужны, потому что это не очень легко сразу освоить. А ребята, у которых это хорошо получается, они прям лучшие бойцы. Без них фронт не может жить. Действия по ликвидации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на традиционных уже соревнованиях на базе Приволжского поисково-спасательного отряда отрабатывали команды пожарно-спасательных формирований области и команды РПСО по отдельному зачету. В поводной соревновании в автомобиле двое пострадавших. У обоих закрытые переломы. Один зажат рулевой колонкой, второй передней панелью. За 35 минут расчету необходимо полностью разобрать автомобиль, деблокировать двери и убрать крышу, освободить пострадавших и оказать им первую доврачебную помощь. Нюансов масса. Важно правильно наложить бинт, шину, обращаться с пострадавшим бережно и аккуратно. Это статисты. На соревнованиях бодры и здоровы, а небрежное движение в адрес человека раненого на реальном ДТП недопустимо. Разбор полетов после выступления каждой команды еще и учеба. Покрывало снимаете, накладываете актов, накладываете шейные воротники и после этого накрываете и режете лобовое стекло пересет. Это по алгоритму, это все есть как внушение алгоритма. Из сегодняшнего опыта хотелось бы более детально отнестись к оказанию первой помощи конкретно пострадавшим, чтобы люди делали все максимально аккуратно, чтобы как можно меньше вреда нанести пострадавшим. И само собой работа с аварийно-спасательным инструментом. Здесь они, безусловно, что-то для себя взяли, потренировались, поучились, как правильно срезать крышу, дверь. В общем, опыт, опыт, еще раз опыт. Большое внимание судьи уделяют и соблюдению безопасности самих спасателей. Самый частый штраф – это нахождение спасателя при перекусывании какого-то элемента автомобиля между инструментом и самой машиной. То есть в случае закуса инструмента, его какого-то нештатной ситуации, его может там зажать, отдавить конечности, не дай бог, что еще похуже. Алгоритм соревнований из года в год един. А вот в жизни одинаковых ДТП не бывает. Но основные навыки, что помогут выйти из любой ситуации, нарабатываются именно здесь. Ежегодно в Нижегородской области происходит более 4 тысяч ДТП. Мы принимаем участие ежедневно больше 10 раз. Каждый в области выезжает подразделение наше на ликвидацию. Даже за истекший период этого года наши подразделения привлекались уже 537 раз. 24 человека уже спасено в этом году. Орга Кадыкова, Иван Невский, Новости 19.32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова